Я хочу сказать, почему я назвала её «Мелочной». Вчера, после того, как мы разошлись, я заняла ей изначально 168 тысяч, чтобы она попала на проект «Выживались», и у неё был долг перед государством. Потом я заняла ей, когда она была на проекте, 30 тысяч, я заплатила за неё за квартиру. 70 тысяч, пока она была на проекте, я заплатила за неё, чтобы она выпустила футболки. 135 тысяч я взяла для того, чтобы у нас были деньги снять виллу. Но заняла также, я заплатила за билеты также до Бали, за нас обеих. Дальше. И она вчера, после того, как мы разошлись, ко мне подошла, был расчёт на то, что мы снимаем виллу, которую она хочет, и вот я беру из копилки свои деньги, и потом она отдаёт мне всю сумму. Она вчера ко мне подошла и говорит, слушай, я так подумала, я за всю виллу платить не буду. Давай 50 на 50. Я говорю, ну ладно, это логично, мы разошлись, типа давай, да, 50 на 50. Её это не устроило, ей этого не хватило, вероятно, и она говорит, ну я говорю, ну деньги за билет добавили, ну отдай мне. Она говорит, нет, я не буду. Я говорю, ты занимала эти деньги, отдай мне. Она мне говорит, ну я же тебя на Пхукет купила, но это же был подарок, ты подарила мне билет до Пхукета с твоей логикой, мы должны приехать в Москву, я должна забрать кресло, которое дарила тебе, говорит, вертолётик, ствол, я там не знаю, чё ещё осталось, с телефонами мы должны обменяться, да, по этой логике должно так происходить, снимай серёжки тогда золотые мне вези, которые я тебе купила, ну чё за бред, я ж не ебанашка. Ну и после того, как она начала за эти 25 тысяч говорить, что она мне их не вернёт, хотя они были заняты, я ей говорю, ты сейчас ведёшь себя очень мелочно, после чего она подскочила, сказала, что она сейчас мне даст въебало, она проломит моей головой стену, начала на меня дико орать, пидорасить всякими матами, подскакивала лицом к лицу, чё ты, чё ты, давай, давай, вот так начала подскакивать, провоцируя меня, чтоб я дала ей пощёчину, чтоб она меня разъебала и с неё спросу не было, но я и не идиотка, я понимаю, что передо мной стоит человек, который меня сильнее, соответственно, ну, я кидаться ни на кого не буду, как-то оскорблять или ещё что-то, она вот этими криками, оскорблениями и угрозами, что сломает мне ебало, провожала меня минут 15, схватила меня на парковке за футболку, начала трепать, я испугалась, я начала кричать, чтоб она отошла от меня, просто у меня триггернуло очень серьёзно в отношениях, где был дикий абьюз, конечно, я сказала ей, что она ведёт себя сейчас как абьюзер очень неадекватно, очень неадекватно. Я ей сказала, перед тем, как не отдавать мне деньги, вспомни, что если бы я тебе не заняла, у тебя не было бы твоих футболок, ты не попала бы на проект Выживалите, я заставляла её взять, да, у меня деньги в долг, потому что я понимала, что она потеряет эту возможность. Я говорю, сначала подумай об этом, она продолжила меня оскорблять, пидорасить, какими только словами не пидорасила, вместе с угрозами, что она сломает мне ебало, прямо сейчас. Мы приехали забрать наши вещи, и она продолжала сопровождать меня тем, что я тебя сейчас разъебала, я сейчас сломаю тебе ебало, вот так она меня просто провожала, нахуй, я просто ждала, когда мы уже разойдёмся, чтобы это закончилось. Вот из-за чего я назвала её мелочной.